Дорогие коллеги, поздравляю вас с удивительным праздником, редчайшим, необыкновенным праздником в честь всего единственной буквы алфавита. Йо. 29 ноября отмечает свой день рождения именно эта буква, появившаяся в алфавите 233 года назад. Это сейчас многие привыкли ставить точки над «е», а еще в 1783 году обычное слово «елка» писалось совсем иначе и состояло не из четырех, а пяти знаков. Все изменилось после заседания Академии российской словесности с участием ее директора, княгини Екатерины Дашковой, а также известных русских писателей Дениса Фанвизина и Гавриила Державина. Было решено заменить обозначение звуков «ио» одной новой буквой «йо». Ее история любопытна и какая-то она странная буква, потому что случилось так, что вокруг этой буквы постоянно какой-то интерес. Здоровый и нездоровый, споры за и против и так далее. Действительно, за все время своего существования буква «йо» притягивала внимание. Даже тот факт, что сегодня россияне отмечают ее день рождения, уже говорит о том, что все это неспроста. Чем больше буквы игнорируют одни люди, тем больше другие хотят за нее заступиться. В свое время в Твери проходили традиционные акции в защиту многострадальной «йо». Однажды был устроен своеобразный ледоход. Настоящий льдиный внушительных размеров с логотипом «йо» пустили по Волге. Причем это было сделано 1 апреля, в День смеха. Но, как говорится, в любой шутке есть доля правды. И эта правда требует, чтобы в русском языке оставалось ровно 33 буквы, а не 32. Иначе курьезов не именовать. Сейчас среди моих студентов есть тоже жертва на человека, у которого в фамилии отсутствуют точки над «йо», и который, собственно, перестал быть дочерью своего отца, потому что у отца эти точки стоят. Кому-то данный факт будет казаться незначительным, но юристы бы с этим поспорили. Известно случай серьезных судебных разбирательств, которые произошли всего из одной буквы. И уж точно тверетяне по фамилии Ёлкины не обрадуются исчезновению «йо» из алфавита. Ёлкин, всегда Ёлкин. Юлия Ильичева, Виталий Осипов, Рентова пилот.